Яко солнцево сиянам, Преславенная память Твоя, Ольга, Бога будрая, Матери князей русских, Их он, Христово бизини, Апостольским учениям Воспитана, Возможенаку миры, В очеже на дьявола, Силею Святого Духа Просвещаема, Хоть мы не разумия, Всю страну и люди Ко Богу привела еси, Его же моли, Ифи, По дворящих И по твоей памяти Святая равноапостольная княгиня Ольга правила русским государством с 945 по 962 год после гибели мужа великого князя киевского Игоря Рюриковича. Как мудрая правительница, Ольга понимала, что необходимо уделять внимание религиозной, духовной жизни народа. Преподобный Нестор Летописец пишет о ней. Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости и нашла многоценный жемчуг Христа. Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга совершила хождение в Константинополь в сопровождении Большого флота. Это было одновременно религиозное паломничество, дипломатическая миссия и демонстрация военного могущества Руси. В Константинополе патриарх Феофилакт крестил Ольгу с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Так началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда. Святая Ольга положила начало почитания на Руси при Святой Троице. Из века в век передавалось повествование о видении ей трех пресветлых лучей около реки Великой. На этом месте Ольга основала храм во имя Святой Троицы, который стал главным собором Пскова. В 960 году в Киеве был освящен храм Святой Софии, святыней которого стал крест, полученный Ольгой при крещении в Константинополе. Позднее Киевскую Русь стали называть третьим жребием Божией Матери. А началось утверждение этого жребия через первую из святых жен Руси, равнопостольную княгиню Ольгу. Святая равнопостольная Ольга первой из русских правителей стала христианкой. При крещении княгиня получила имя Святой равнопостольной Елены. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга проповедовала Христа всей своей жизнью. В житии равнопостольной Ольге читаем, что она была для врагов страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая. Ольга, милосердная по душе, была щедрадательно нищим, убогим и малоимущим. До ее сердца скоро доходили просьбы, и она быстро их исполняла. Ольга жила целомудренно, она не хотела вторично выходить замуж. Когда ее сын возмужал, она передала ему княжение, а сама отстранилась от управления, занимаясь благотворительностью. 24 июля 969 года святая Ольга скончалась, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки, и все люди. Ольга была канонизирована на соборе 1547 года. При святом князе Владимире ее нетленные мощи были перенесены в десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы. Есть много версий о происхождении святой равноапостольной Ольги. По одной из летописей она принадлежала к роду князей Изборских, древнерусской княжеской династии. Другой исторический документ настаивает на том, что Ольга была дочерью князя Олега, названного Вещем, который правил Киевской Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика. Согласно этой версии, Олег и поженил Игоря и Ольгу. В 945 году князь Игорь погиб. Наследнику престола Святославу тогда было только три года, поэтому фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга. При ней Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами, были установлены государственные границы. Богатырские заставы, воспитые в былинах, ограждали мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи, от нападений с Запада. Русь становилась великой державой. А вот апостольские труды княгини-христианки встречали сопротивление. В Киеве нашлось немало людей, которые, по словам летописцев, возненавидели святую Ольгу, строившую храмы. Ревнители язычества с надеждой смотрели на Святослава, который решительно отклонял уговоры матери принять христианство. Святослав умер язычником, но просветительские труды Ольги продолжил ее внук, святой князь Владимир. При нем совершилось крещение Руси, то, о чем мечтала святая равноапостольная Ольга.